Всем привет! Сегодня мы поговорим о самом крутом и навороченном дизельном двигателе в мире, который установлен на машины с шильдиками М50D. Что же в нем интересного? Эта трехлитровая рядная шестерка выдает 400 лошадиных сил и 760 ньютон-метров крутящего момента. Добиться таких выдающихся характеристик удалось благодаря системе Common Rail третьего поколения с давлением впрыска до 2700 бар, а также ступенчатому надуву с четырьмя турбинами. Для этого по сравнению с обычным дизельным двигателем потребовалась модификация топливного насоса высокого давления, а также форсунок, чтобы в определенных рабочих состояниях давление впрыска топлива можно было увеличивать до 2700 бар. Это позволяет подавать необходимый объем топлива с нужной степенью распыления. Такое повышенное давление также является фактором, позволяющим снизить вредные выбросы в атмосферу. В системе смазки используется масляный насос и форсунки охлаждения поршни, управляемые электроникой. Для управления всеми параметрами двигателя установлено самое последнее поколение систем управления двигателем от компании Bosch. Электронная система управления двигателем восьмого поколения соединила в себе воедино систему управления дизельным и бензиновым двигателем. В данном моторе акустически оптимизирован привод ГРМ. Блок двигателя и головка блока цилиндров изготовлены методом горячей изостатической прессовки. В двигателе также усилено крепление. На этом моторе нет переключаемого насоса охлаждающей жидкости. На рисунке А насос этого двигателя, на рисунке Б обычного трехлитрового дизеля BMW. Благодаря отказу от органов переключения удалось увеличить поток охлаждающей жидкости в блоке двигателя и головке блока цилиндров, что необходимо для обеспечения охлаждения работающих под высокой нагрузкой деталей двигателя. Вследствие такого механического изменения насоса охлаждающей жидкости также потребовалось изменить расположение мест крепления генератора и компрессора кондиционера. Поэтому используется приводной ремень на 28 мм длиннее, чем у обычного двигателя. Система охлаждения имеет сложную структуру. Для охлаждения двигателя и наддувочного воздуха используются разные контуры охлаждающей жидкости. Контур охлаждающей жидкости двигателя является так называемым высокотемпературным контуром. Чтобы повысить эффективность двигателя с наддувом, используется непрямое охлаждение наддувочного воздуха с отдельным низкотемпературным контуром охлаждающей жидкости. На следующем рисунке показана система подачи воздуха и выпуска отработавших газов. При более подробном рассмотрении наддува будет понятно, как это все работает. Данный двигатель оснащен двухступенчатым наддувом. Впервые на дизельные двигатели BMW установлено 4 турбонагнетателя. Ступени высокого давления и ступени низкого давления. Это позволяет повысить коэффициент полезного действия наддува. Двуступенчатая группа турбонагнетателей имеет следующие особенности. Два компрессора высокого давления с изменяемой геометрией. Ступени высокого давления 1 и 2 крепятся сверху на выпускном коллекторе и выполнены в едином корпусе. Поэтому в случае ремонта обе ступени высокого давления меняются вместе. Ступень высокого давления 1 является турбонагнетателем с постоянным приводом. А благодаря встроенному в корпус клапану регулировки турбина ступень 2 является подключаемой. Следующая особенность это два параллельно расположенных компрессора низкого давления. Обе ступени низкого давления расположены в ряд относительно ступеней высокого давления и крепятся снизу на выпускном коллекторе. Кроме того на первую ступень установлен регулятор давления наддува. Для оптимального наддува во всем рабочем диапазоне электронная система управления двигателя активирует различные исполнительные механизмы. Переход между моментами переключения плавный. Работает вся система примерно так. Изначально выхлопные газы вращают три турбины. Одну высокого давления и обе низкого. Но холодный воздух проходит только через турбину высокого давления, которая работает на малых оборотах. Затем поток входящего воздуха перенаправляется и в турбины низкого давления. А турбина высокого давления продолжает работать на низких оборотах. После этого выполняется изменение геометрии и турбина высокого давления начинает вращаться быстрее. Следующий этап это подключение четвертой турбины, которая сначала так же начинает вращаться на низких оборотах, а затем с помощью изменяемой геометрии вращается быстрее. С помощью отдельного клапана регулируется давление наддувочного воздуха. Теперь переходим к системе охлаждения наддувочного воздуха. Здесь мы видим дополнительное охлаждение воздуха на ступенях низкого давления. Все турбины управляются сложной вакуумной системой. Для улучшения термической эксплуатационной надежности вакуумной системы черные вакуумные шланги электромагнитных клапанов к мембранным механизмам вакуумного регулятора давления выполняются стойкими к воздействию высоких температур. Кроме того, диагностика вакуумной системы облегчается благодаря наличию цветной маркировки вакуумных шлангов. Помимо шлангов, цветную маркировку получили вакуум-ресивер, отводы жгута проводов к электромагнитным клапанам, а также мембранные механизмы вакуумного регулятора в соответствующих местах. В данном двигателе установлена система рециркуляции отработавших газов под высоким давлением и под низким давлением для повышения эффективности работы турбонагнетателей и, соответственно, всего двигателя. Система рециркуляции низкого давления позволяет отводить отработавший газ при повышенной нагрузке и уменьшать выбросы окиси азота в большом диапазоне нагрузки. При этом турбонагнетатели могут работать с высоким коэффициентом полезного действия. Благодаря наличию двух ступеней низкого давления отработавшие газы перенаправляются в расположенный рядом катализатор двумя потоками. Далее по пути выхлобных газов следует впрыск мочевина и затем катализатор селективного каталитического восстановления. Мотор вышел очень сложным и технологичным. Вот примерные цены на некоторые его компоненты. Каким он будет по надежности, покажет время. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих выпусках. Пока!